Всем привет, вы на канале Пермский Транспортник, и сегодня со мной... Транспорт города Перми. Сегодня мы разберёмся, что лучше, троллейбус или электробус. Я буду отстаивать троллейбус, а Артём будет отстаивать... Да-да-да, электробус. Всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы начинаем, ну и мы знаем, кто победит. Впервые электробус на улицах Перми появился в апреле 2022 года. Тогда он приходил только на испытания. В ноябре 2023 года снова поступили электробусы в Перм, но уже на постоянной основе. Также были поставлены зарядные станции на конечных остановках станция Перм-2 и улица Сапфирная. А 23 ноября 2023 года электробусы запустились на постоянной основе по маршруту номер 81. Электробусы оборудованы стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами и снабжены в Wi-Fi системы информирования. И оборудован системой адресного открытия дверей. Пермский троллейбус был открыт 5 ноября 1960 года. За всё время существования Пермского троллейбуса в Перми было 13 троллейбусных маршрутов. Максимальная длина контактной сети составляла 95 километров. 30 июня 2019 года Пермский троллейбус был закрыт. Многие говорят, что троллейбус намного дешевле электробуса. И сегодня я это полностью докажу. Но Артём будет доказывать, почему электробус лучше троллейбуса. Ну и давайте послушаем версию от Артёма. Многие говорят, что электробус не экологичен из-за своей батареи. Хотя на троллейбусы с автономным ходом ставят такие же батареи. В Перми было мало троллейбусов с автономным ходом, только троллзы. Ну и поэтому использовался этот автономный ход не так часто. Если бы в нашем городе были участки, где автономный ход просто необходим, то тогда электробус бы показал полностью своё превосходство над Пермским троллейбусом. Но в случае Пермского троллейбуса автономный ход использовался только во время аварий. Второй аргумент в пользу электробусов заключается в том, что электробусы не привязаны к контактной сети. Да, многие могут мне сказать, что троллейбусы с удлинённым автономным ходом или с аварийным автономным ходом тоже не привязаны к контактной сети и смогут спокойно объехать любую аварию. Но если у троллейбуса этим автономным ходом, особенно аварийным, очень долго не пользоваться, он, мягко говоря, сдохнет. И троллейбус им пользоваться больше не сможет. А, соответственно, в случае какой-то аварии троллейбус её объехать не сможет. В отличие от электробуса, который спокойно объедет эту аварию. Если же этим, аварийным автономным ходом или удлинённым автономным ходом хотя бы пользоваться, тогда да. Но электробус в этом случае побеждает. И на старых машинах включительно этого самого автономного хода нету от слова совсем. Поэтому лучше, конечно, новые электробусы. Моргумент в пользу троллейбусов – это дороговизна содержания электробусов. Электробус стоит 33 миллиона рублей, в то время как тот же троллейбус-горожанин стоит 17 миллионов. То есть почти в два раза меньше. Да, многие скажут, что нужно обслуживать ещё инфраструктуру. Но на эти 33 миллиона можно не только купить троллейбус, но и полностью отреставрировать контактную сеть одного маршрута троллейбусов. Сразу же отвечаю Ване. В данный момент электробусы стоят так дорого, потому что это новинка для российского транспорта. Позже, лет через 10 или 5, электробусы станут стоить в разы дешевле, потому что это уже станет обыденным видом общественного транспорта, и будут они стоить так же, как примерно новые троллейбусы-горожанин. Сразу скажу, что Артём не прав, потому что мы рассматриваем краткосрочную перспективу. Но даже и в долгосрочной перспективе троллейбус будет выгоднее, чем электробус. Даже если мы бы подождали эти 5-10 лет и сохранили бы троллейбусы, то потом можно было бы закупить те же самые старые горожанины. И тогда ни в плюс, ни в минус мы бы не ушли. Электробусы, конечно, хорошо, но и троллейбусы тоже неплохо. Особенно хорошо, если их вдвоём совмещать и делать как Волгоград, который развивает вместе и электробусы, и троллейбусы, а не делать как Москва, которая закрыла троллейбусы и нифига не подготовившись к этому закупила электробусы. Также неплохая транспортная система в Питере, потому что там развивают троллейбусы и не забывают про обновление автобусов. Ну а на этом всё. Сэм, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Пермский Транспортник. Транспорт – горный проблем. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok